Оказать первую помощь и перенести раненого должны уметь не только взрослые, но и дети. Этим малышам еще не 10 лет, но сегодня они уже участвуют в Зорнице. Состязаются на ране с подростками во всех этапах военно-спортивной игры. Некоторые без всякой опаски даже стреляют из винтовки. Всего в Зорнице поучаствовали 190 ребят. Я никогда не стреляла и сегодня не решилась. Почему? Не знаю, побоялась. Мне понравилось на первой станции, когда мы расшифровывали слова. В лагере юбилейный каждое лето проходит несколько детских смен. Каждая посвящена какому-либо знаковому событию. В этом сезоне лейтмотив задает год российского кино. Традиционная тема игры Зорница – путешествие во времени. Ребята словно погружаются в военные события советского прошлого. Военно-спортивная игра завершает каждую смену лагеря. И к ней ребята начинают готовиться с первого дня отдыха. Каждый отряд у нас получает Оскар и получает звезду. Оскар за первое место. Вот тот отряд, который выиграет, он получает Оскар. И в конце Зорницы, естественно, по советским традициям мы ищем флаг. Звук горна дает начало состязанию. Ребята должны быстро, а главное максимально результативно, пройти шесть военно-спортивных станций. Полоса препятствий, медицинская помощь, стрельба из винтовки, разминирование территории. Надо пригнуть голову, если такая подготовка будет. Если надо ползти, то ползти вниз головой. Если надо преодолеть какое-нибудь минное поле, надо преодолеть минное поле, как бы вот так вот присядочку. Игра Зорницы уже давно стала традицией детских лагерей и самым ожидаемым событием для многих ребят. Этим летом в юбилейном пройдут еще две военно-спортивные игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!